Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Свет веры» и сегодня с вами я, священник Артемий. Мы продолжаем читать и обсуждать воскресные Евангелия. Сегодня для нашего с вами назидания Святая Православная Церковь на Божественной Литургии провозглашала отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея. Сегодня у нас пятая неделя по Пятидесятнице, 21 июля. Давайте зачитаем этот отрывок. Он повествует об истории исцеления Годоринского бесноватого или Гергесинских бесноватых. У Матфея он занимает довольно малое количество стихов, но он описан и у других евангелистов, об этом чуть позже. Итак, Евангелие от Матфея, 8 глава, начинаем с 28 стиха. И когда он, Иисус, прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватым. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Как я упоминал ранее, эта история описана у всех трех евангелистов, которые называются синоптиками в так называемых синоптических евангелиях. И в Евангелии от Марка эта история, она располагается в начале пятой главы, а описана более подробно. Хотя, с другой стороны, есть и ряд отличий. Так, например, здесь мы читаем, что Иисус прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, а у Марка мы прочитаем, что Он прибыл в страну Годаринскую. Есть такая путаница, даже в древних греческих рукописях, где-то употребляется название топоним «Гергесинская страна», где-то «Годаринская страна». И, возможно, речь в данной ситуации идет об отсылке внимания читателя к ветхозаветной истории. Дело в том, что в книге «Чисел» в 32 главе мы можем с вами прочитать довольно, так скажем, неприятную ситуацию, которая сложилась у Моисея с некоторыми коленами Израиля. Как вы знаете, Моисей вывел из Египта еврейский народ и довольно долго блуждал с ним по пустыне, порядка 40 лет. И вот в конечном счете они таки дошли до земли обетованной. И, как вы понимаете, в общем-то и цель выхода из Египта изначально была именно в том, чтобы все-таки войти в обетованную землю. С точки зрения человека с библейским мировоззрением, с точки зрения благочестивого еврея, «Жить вне Эрец Израэль» – это значит «жить вне взгляда Бога». И, допустим, когда библейские авторы говорят, что они выходили из земли израильской, из Ханаана, из земли обетованной, они употребляли глагол «спускаться». Они спускались в Египет. Если же они возвращались в землю обетованную, например, входили в Иерусалим, они говорили, употребляли глагол «подняться», они поднимались. То есть войти в землю обетованную значит подняться. Так что цель все-таки выхода была не в том, чтобы где-то осесть в случайном месте, и тем более не в том, чтобы остаться в пустыне, став просто кочевым народом, а в том, чтобы все-таки вернуться, подняться снова в землю обетованную. А жить в земле обетованной означает жить в присутствии Бога. И вот, казалось бы, прошло уже 40 лет, уже они на другой стороне Иордана. Осталось только перейти Иордан и земля обетованная. За эту землю обетованную придется сражаться. Но не все колена Израиля захотели перейти землю. В книге чисел подробно описывается, что у колена Рувима и у колена Гада были довольно хорошее пастбище, было много скота, и они, в общем-то, неплохо устроились на другом берегу Иордана. Настолько неплохо, что потомки колена Гада обратились к Моисею с просьбой не переводить их через Иордан, а остаться на этой стороне. То есть уже тогда потомки Гада, ну, слово «гад» в библейском смысле не имеет никаких негативных коннотаций, это просто имя, не захотели возвращаться к Богу, предпочли сиюминутный комфорт, обустроенность вне земли обетованной, предпочли каким-то перспективам оказаться перед лицом Божьим. Как говорили бы сейчас, предпочтить синицу в руках, нежели обещанную в небе журавля, поскольку действительно земля обетованная, она была занята, и населявшие ее народы просто так, естественно, с этой земли уходить не хотели. И вот если имеется в виду Гадаринская земля и имеются в виду населяющие эту землю потомки колена Гадова, то вполне может быть данная ситуация является аллюзией на произошедшее в Ветхом Завете, мол, полторы тысячи лет назад при Моисее вам уже было предложено прийти к Богу, но вы отказались. И вот через полторы тысячи лет назад новый Моисей в Евангелии прослеживается очень четко, особенно в Евангелии от Матфея, очень четко прослеживается вот эта символическая связь между Моисеем и Иисусом Христом как новым Моисеем. Так и структура Евангелия от Матфея, она похожа на Пятикнижие Моисеева. И главная проповедь Иисуса Христа на горное, она соотносится с получением законодательства на горе Синай через Моисея, так и эта ситуация. Христос, как новый Моисей, приходит к потомкам Колена Гадова и дает им возможность вернуться в народ Божий, вернуться туда, куда они изначально были призваны. Но, как вы видите, жители той земли грубо нарушают закон, по крайней мере, мы видим, нарушают его грубо в той части, что свинину нельзя было употреблять в пищу, а они ее разводили. Причем, как мы видим из параллельных Евангелий, количество голов свиней было очень большое. Здесь вот мы видим просто большое стадо свиней, а у евангелиста Марка точно указывается, что это около двух тысяч голов. То есть, это речь идет не о том, что какие-то отдельные семьи как-то нарушают закон, разводят свиней, возможно, не для себя, возможно, чтобы продавать римским солдатам и легионерам. Кстати, интересно, что бесы, которые мучают этого человека в параллельном Евангелии, имеют наименование легион, в общем-то, что соотносится с римскими завоевателями. Так вот, вполне возможно, что свиней разводили для того, чтобы кормить римскую армию, но, тем не менее, закон Моисея запрещает не только употреблять, но, конечно же, и разводить свиней. И здесь речь идет о разведении их просто в промышленных масштабах. То есть, две тысячи голов – это, конечно же, не какое-то мелкое хозяйство, а это говорит о том, что все жители этой земли жили за счет вот этого бизнеса, как бы сейчас сказали, разведения запретных животных, нечистых животных. Причем, конечно же, тот факт, что они гуляли по земле свободно, паслись, да, означал, что они и землю оскверняли, а тот факт, что они упали с крутизны в море и погибли в воде, означал, что они и воду с собой осквернили. То есть, в принципе, эта страна стала непригодной для жизни. И вот, кстати, в параллельном Евангелии есть интересная особенность. Бесы, когда обращаются к Иисусу Христу, они просят Его не высылать их из страны той. То есть, они просят не просто, чтобы Он не изгонял их из этого бедного, там, одержимого человека. Здесь речь о двух, там об одном – это все мелочи, они решаются экзегетическими средствами. Но они просят не просто не изгонять из человека, а просят не изгонять из земли той. То есть, речь идет о том, что, в общем-то, они довольно неплохо там обосновались, нашли для себя хорошую почву для воздействия на окружающих людей. То есть, вся эта земля целиком, в общем-то, была одержима. И тот факт, что увидевшие произошедшее чудо не обратились к Господу, не прославили Его, а прогнали Иисуса Христа, говорит о том, что за эти вот полторы тысячи лет ничего, в общем-то, не изменилось. Их приоритеты не изменились. Увидев, что сделал Иисус Христос, их внимание было акцентировано не на божественном чуде, не на проявлении божественной силы, а на материальном убытке, которое принесло это божественное вмешательство. Конечно же, данная история является основанием для множества толкований, эксгетических размышлений и, прежде всего, каких-то именно аскетических духовных наставлений. Так, например, святые отцы говорят, что вот эти свиньи – это, так скажем, страсти, которые обладают душой грешного человека, и обращение к Господу часто связано с необходимостью потопить свои страсти, убить их, искоренить. И насколько сложно этим людям было отказаться от дела, кормившего их многие десятилетия, настолько же сложно и грешному человеку решиться и утопить в покаянии, в море покаянных слез своих свиней, своей страсти, с которыми он уже сжился, и с которых он уже, в общем-то, научился извлекать определенные выгоды. Поэтому, действительно, обращение к Господу часто связано с лишением себя чего-то, к чему ты уже привык, что для тебя стало приятным. Но здесь вопрос, конечно же, в приоритетах. Жители выбрали такой приоритет, каждый из нас для себя выбирает свой приоритет. Спасибо, Господь, братья и сестры. Всего вам доброго. Ангела-хранителя на предстоящий день. Субтитры создавал DimaTorzok